Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онези, бро! Сразу же, просто, сразу же, бери и подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою соприм-банду! Ведь предотвратимая соприм-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Так что, бро, решай, либо быть с нами, либо быть под нами! А наша банда растёт с каждым днём! Я ещё раз повторю, кто не с нами, тот под нами! И недавно вышла новая версия игры Undertale! Я как яростный фанат этой игры, очень сильно хотел сыграть в неё самым первым! И начал поиски того, чтобы скачать эту игру! На ютубе были уже видео прохождения этого Undertale, но я не смотрел! Хотел воздержаться, чтобы поиграть самому! Я обрыл весь интернет, но так и не смог найти эту игру! После чего я зашёл на ютуб! И в рекомендованных мне кинуло какого-то блогера, который играл в эту игру! В описании он оставил ссылку, где можно скачать Undertale 2! Я был так рад, что был готов уже сделать что угодно, лишь бы сыграть в этот Undertale! И к своему сожалению, я всё-таки перешёл на тот сайт! Он был жутковатый! Чёмный фон очень сильно пугал меня! На весь экран была надпись! Делторун! На свой страх и риски я решил прочитать, что там написано! Если хочешь сыграть Делторун, то тебе стоит произносить заклинание! Заклинание ты видишь справа! Читай внимательней! У тебя нету права на ошибку! Я испугался! Но мои глаза сами посмотрели на то заклинание! И в моей голове что-то как будто заставило его прочитать! Я читал так, как будто я полностью знаю, что там написано! После того, как я прочитал его, я закрыл глаза! А когда открыл, на рабочем столе была... Рим Делтору! Я не мог в это поверить! Это снова случилось! Целый месяц я жил в покое! Я спокойно играл в игры! Но тут снова эта потерянная версия! Пока я обо всем этом думал, игра запустилась сама! Я ничего не нажимал! В этот момент мой пульс начал биться в 200 ударов в минуту! В наушниках заиграл очень громкий звук! А все стало в негативе! Сердце было черное! А сверху появилась надпись! Доигрался! Ты доигрался! После чего сердце с таким же громким звуком пропало! И был просто белый экран! После игра дала мне разрешение создать своего персонажа! За которого я смогу играть! Все было мрачно темное! От страха у меня пробегали мурашки по коже! Во время создания персонажа у каждого из листекла кровь по лицу! За этим было жутко наблюдать! Но это было последней каплей! Я попытался выйти из игры! Но это не работало! Я нажимал на перезагрузку компьютера, но ничего не происходило! И самое страшное то! Что когда я вытернул для нити с розетки, то ничего не произошло! Компьютер все равно продолжал работать! Мне оставалось лишь одно! Играть! Я начал создавать своего персонажа! Я выбрал первое лицо, которое больше подходило мне! Но выбивало ошибку! Я выбрал другое! И все равно мне выбивало ошибку! Я не мог выбрать ни одно лицо! Все время была ошибка! Я просто нажимал далее! Мой персонаж сгенерировался сам! Я должен был ввести имя персонажа! Но ни одна буква не работала! И я просто нажал далее! И в конце мне выбивала надпись! Все это не имеет значения! Твою... имя... Эту... Вставай, тупой идиот! С этого началась моя игра! Ториэль просто сказала... Идиот! Быстрее собирайся! Тебя ждет казнь! Глаза Ториэль были налиты кровью! Она стояла перед кроватью и просто смотрела в одну точку! Как будто это не она сама! Возможно, она плакала всю ночь! Из-за того, что главного героя почти как ее сына казнят сегодня! Но что он такое наделал, что мнение Ториэль против него так изменилось? После чего она просто ушла! Мой персонаж встал из кровати! Он был чернокожий! Эта часть очень сильно отличалась от предыдущей! Эта игра мне дала право играть! Я наконец-то смог управлять главным героем! Я ходил по комнате, все изучал! И искал зацепки, что же такое натворил главный герой! Странно, то что в этой комнате была еще одна кровать! Значит, там жил еще кто-то! Но кто и куда он делся? В комнате не было никаких зацепок! И я вышел в коридор! По экрану начали идти помехи! Звук на фоне был ужасный и жестко резал уши! Все бы рехтело и было сложно что-то разглядеть! Я шел интуитивно в надежде, что я войду в нужную комнату! Из-за этого ужасного звука у меня чуть ли не пошла кровь с ушей! Я вышел из того зловещего коридора и попал на кухню! Я быстро побежал к выходу! На улице меня ждала Ториэль! Она сказала... Крис, как так? Я ведь тебе верила и была в тебе так уверена! Но то, что ты сделал... Ты заслуживаешь казни! Ты меня разочаровал! После этого мой персонаж сам пошел и сел в машину! Ториэль меня везла по кровавой дороге! На фоне была жуткая музыка, от которой мне просто выносила мозги! Мы приехали к школе! Ториэль сказала, что я, как и все, должен ходить сюда каждое утро! Но вечером меня ждет смерть! Я зашел в свой класс! Там сидела куча монстров, которые учились! Учитель мне сказал подобрать пару для совместного проекта! Я похоронил каждому! Но все говорили, лишь какой я идиот из-за того, что я наделал! Но никто не говорил, что именно я наделал! Но вдруг все эти крики на меня перервал вход огромного монстра! Он сказал, что я отвечу за то, что сделал! Учительница сказала всем замолчать! А этому монстру выйти! Я побежал за ним! Когда я вышел в коридор, я увидел, что он вытирает слезы! У него были очень огромные слезы! Он меня заметил и сказал... Зря ты на это посмотрел! Ты не доживешь до казни! Я убью тебя раньше! Ты убил моих родителей! Ты убил половину монстров! И хочешь остаться живым? Твое время пришло! Тупой Крис! После чего он просто меня отпустил и сказал... Хотя... Лучше это сделать при всех! После этого я решил походить вокруг и осмотреться! Но все же позже я решил пойти за ним и посмотреть, куда же он меня приведет! Мы пришли к странной двери! Она была закрыта! Но вдруг резко она открылась! В этот момент мои руки затрыслись! Но все же я вошел туда! Я шел по тропинке из бумаги! Но когда я решил выбежать, то двери просто закрылись! И с экраном начало твориться что-то странное! Все начало плеймать и вырихтеть! А я просто не могу оторвать взгляд от этого! Меня начало очень сильно трясти! Я продолжал это смотреть! После чего я просто потерял сознание! Без сознания мы не нашли мои родители! Я был напуган! И никому об этом не рассказывал! Вы банда первая, кто об этом узнал! На этом все, бро! С тобой был Сергеонис! Бро! Поставь лайк, пожалуйста! У ютуба очень странные времена! Он не засчитывает то ли просмотры, то ли лайки! И вообще не показывает мое видео в фиде! Поэтому! Твой лайк очень сильно мне поможет! Поставь лайк, если ты увидел это видео! Я никогда так сильно вас не просил поставить лайк! Но сейчас, пожалуйста, бро, поставь лайк! Эй, бро, подписывайся на мой инстаграм! Ссылка в описании осталась специально для тебя! Там выходят очень страшные фотографии! Но если ты боишься, бро, то просто пиши мне в директ! Эй, бро, я отвечу именно тебе! Да-да, бро, из всех тысячи человек я отвечу именно тебе! Иди отвечай всем своим, бро! И также, бро, подписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою супрем-банду! Ведь предударимый супрем-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Так что, бро, решай! Либо быть с нами, либо быть под нами! Под всей супрем-бандой! А комменты без комментов попадают в следующее видео! Посмотреть их, ребят, увидела вся супрем-банда! И тебя увидят всего лишь оставь свой царский комментарий! Можешь просто оставить точки, этого будет более чем достаточно! Оставайся таким же шикарным, бро! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok